Девушки отдыхают Девушки отдыхают Управляемость Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы сегодня едем на Ford Focus Я понимаю, что это, наверное, лучшая машина в управлении И в переключении передача, отлично переключается передача и рулица, рулица, рулица Тормоза здесь, на Hyundai лучше тормоза, на i30 лучше тормоза Рулится, эта машина лучше, переключается тоже мотор, здесь вообще дохлый, здесь 80 лошадей и они реально овощные вообще Машина просто не едет А так тихая Едем по мега разбитой дороге И реально машина дуже тихо передвигается Но мотор очень дохлый, очень-очень-очень Вообще, блин, просто по городу разве что там передвигаться как-то Вполне его хватит, хватит, может, а что-то другое, конечно, уже будет слабо Слабо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 вот такой багажник то есть он узкий и не очень-то и длинный я думаю прям жаловаться на то что ну какой-то маленький не стоит данная машина относится к гольфу к гольфу классу этом тоже mazda 3 тот же 308 тот же и 30 это все одна категория данная машина за десятый год стоимость ее 12 тысяч долларов плюс-минус зависимости от состояния еще мне что понравилось что здесь и большие ручки они удобны рукой очень удобно браться и можно каждый раз подходить просто утро еще что понравилось когда ты дверь открываешь то это то это такая как бы нагрузка не то что ты открываешь к это соплю вот особенно вот mitsubishi lancer mitsubishi outlander xl это такая параша такую очку ну как такую машину можно вообще блин ну да она неплохая да на не там моторы вроде как ничего ну блин ты просто берешь дверь открываешь закрываешь ну и сразу блин от впечатления 1 ну а здесь такого нет здесь дверь реально у тяжелая ты и открываешь и чувствуешь но вес те же закрывания двери вот это не консервная банк и посмотрите на ширину двери здесь ширина двери реально огромны то есть это вообще ford это немец вот почему я сюда блин как-то надо было сразу просто сказать что все немцы это очень крепкая машина и этот танк немецкий как бы что тут говорить здесь у нас пластик пластмасса но она не скрипит не гремит не дребезжит ничего сверчком никаких нету есть здесь у нас давайте по органам управления здесь у нас регулировка стекла но и стекла ю это зеркало зеркало регулировка зеркал два стеклоподъемника на передней двери здесь вот закос под металлу даже кстати неплохо смотрится если сдалека можно реально подумать что это железо настолько она выкрашена так здесь вот конечно да здесь уже явно пластмасса ну а тут такой как будто хром садимся в машину сразу сразу вот вы только сели вот я вот ну давно как бы на фордах не ездил не садился ну вообще как бы не трогал их я только сел и все это ну это надо просто сесть ford и понять что это реально ну для эта машина ты попадаешь сиденья сиденья тел так как присасывают и попадаешь сиденья с которого ты вообще никогда не выпадешь здесь такая боковая подверг поддержкой ну блин лучший муж где-то конечно не ну есть конечно лучше но на эти деньги на и в этом классе с такой рулежкой и с таким ходом передачу ну как настолько ну как она вот включается но это просто еще skoda может похвастаться своей коробкой а вот в рулежке вряд ли какая-то машина превзойдет ford вообще в общем хоть fiesta хоть фокус хоть что это хоть mandel все равно что он сразу минус единственное что не понравилось вообще ненавижу я не знаю зачем это делают вот эту вот хрень вот зачем такую регулировку делать как восьмерки блин ну не понимаю я ну вот шо это но ты так крутить понятно да ты там сел если ты сам ездишь но один там есть у тебя нету жены которая сядет там вот так вот сделает вот так вот так и вот так но у меня сейчас торпеда по моему треснет вот сейчас так вот если у вас нету жены и она не будет тут ну вылазит с машины до вам бас там быстро надо за семянами съездить в магазину или мулинес купить чтоб полосеть но я не знаю что ну что-нибудь купить вам надо вы садитесь но не буду вылазить ваша не вылезу вы садитесь сразу по спорту опускаете вниз занижаетесь вот занизились отодвинулись выбрали там по сцеплению там чтоб нормально ну и вперед назад о поп кисти положили все четко поехал но просто для каждый раз крутить понятно что это и я живу если один ты туда настроил и всего если к нибудь есть жена там кто тут это вот крутить как-то намного проще когда вот есть такой рычаг у на боковую спинку из органов управления у нас как я сказал стеклоподъемники здесь у нас расположена включение габаритов ближнего света парковочного что включить парковочный парковочный свет это у нас просто горят габариты но не горит панель приборов то есть минимализм по по затрате электроэнергии по включенным фарам то есть минимум затрат на тонна на посадку самолета на аккумулятор вы нажимаете кнопочку эту утапливаете и поворачивайте налево загораются габариты для того чтобы включить противотуманки вы просто вытягиваете на одно положение это противотуманки передние на второе это задняя протону противотуманка так это ближний свет приборка у нас прикольно сделано но правда если трогать она сильно скрипит здесь каждый прибор сделан отдельно тахометр отдельно в ободке здесь все отдельно отдельно вот она но нету бывает такое что стекло делают и но там где-то где-то внутри а здесь вот ну можно даже как-то прикоснуться к этому всему здесь бортовой компьютер есть управление магнитофоном отдельно выведен пульт не сделаны кнопки в руле отдельно пульт сделано выведен есть бортовой компьютер бортовой компьютер управляется вот этими двумя клавишами меню здесь указано километраж до заправки сколько осталось ну там время какое-то там по километрам температура у 35 час дикий круги к жара это средняя скорость как я понимаю ну расход топлива 8 литров но в принципе также как заявлено производителем 8 литров по городу и пять с половиной по трассе но это реальный показатель то есть ничего не обманывает здесь у нас стандартный магнитофон очень хорошая акустика кстати музыка хорошо играет это обычный дисковый магнитофон похоже даже без mp3 скорее всего просто сиди и есть aux то есть можно подключить 35 в данном случае у меня подключен может кто-то не знает и ищет его вот здесь вот у него находится разъем вот я думаю кто-то может даже не нашел потому что я сам искал думаю написано aux должен где-то быть просто его вытаскивать и там искать он как бы по идее их ставят или где-то посредине где-то там в подлокотнике ну или в бардачке то есть находится он бардачке все-таки еще сейчас покажу вам бардачок бардачок большой такой интересного как туннель так он далеко туда далеко большой бардачок здесь у нас вентилятор рециркуляция воздуха кнопка кондиционера температура и обдув здесь у нас расположена подогрев заднего стекла больше ничего здесь нет дефлекторы такие но мне они как-то не очень овальные какие-то рашпильные и подзначок форда точно ну да и торпеда очень мягкая вот смотрите палец просто беру и нажимается как сиська прям можно жмакать и каждый день и причем она везде кроме дальний а так везде мягенько все здесь 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 но это конечно пластмасса но так ничего не скрипит сейчас сядем назад посмотрим сколько там места на место там по-любому до хера сажу сам за собой рост у меня метр метр два метр семьдесят пять на так ну что на головой не бьюсь уже хорошо ручки здесь три сзади ручные стеклоподъемники так до хрена места и опять нету подлокотника вот это минус головой не черкаю у меня роста так маловат рост ну так удобно можно подивиться как она можно на дальнике ездить можно втроем сидеть спокойно все вы поместятся машина класса уже такого что все сяду сяду тусе ну вроде все двигатель здесь как я сказал 14 а кстати аж двигатель на крюсом а главное ничего себе подвеска на данной машине это передняя macpherson задняя задняя сейчас вам скажу какая не задняя у нас что у нас там сами смотрите смотрите какая там подвеска сзади независимая такая же как и на хендай а и 30 передняя macpherson сейчас мы откроем капот увидим грандиозный двигатель кстати ну вот не пойму зачем поставили такой мотор если даже 16 взять я не думаю что расход на 16 будет больше но он то ехать будет лучше на нем уже 100 лошадей там 100 с чем-то а здесь 14 16 клапанный двигатель старый который ставили на fiesta еще там 2004 третьем году и мощность его составляет 80 лошадиных сил с крутящим моментом по моему 130 или даже 120 ньютона метров тяга с низов есть сверху он вообще не едет но даже тот же хендай а и 30 уже выдает 100 лошадей и реально я отъехал но он показал 12 секунд это неплохой показатель с тем что я сначала буксовал и на 3 еще блин не попал в передачу провалился да я открыл так вы видите как я открываю конечно многие там знают но не знают что вы капот здесь открывается ключом двигатель здесь но вот как вы видите реально он огромный он большой такой массивный но хотя это 14 то есть это объема вообще нету он маленький двухвальный 2 распредвальный 16 клапанный четырехцилиндровый не 3 все как обычно впускной коллектор пластиковый финанс экономлена на всем но надежно здесь так все интересно сделано здесь вкус впуск просто точек образ но впуск вот у нас фильтр здесь вот впускной коллектор здесь заслонка у нас и тут уже как-то снизу получается вот воздух приходит сюда то здесь заслонка отсюда уже распределяется на каждый цилиндр но здесь такового ресивера прям можно сказать и нету реально ресивера я там не вижу обычно с ресивера уже там здесь вот как-то интересно сделано в угоду того чтобы машина хотя бы снизу уехала потому что сверху реально машина вообще не едет для города с головой да в принципе хватит как вы видите машина не крашена здесь вот опять же цвет кузова матовый то есть смотрите обращайте внимание что было именно так болты вот не крученные обращайте на все эти мелочи чтобы не было открученных там крыльев не было меня на стекло смотрите ход на стекле указаны замок как-то здесь еще по интересному сильного как-то назад сделан ничего такого особенного нету огромный вентилятор хуже вам здесь один ну вот такой у нас ford в обзоре хорошая машина мне нравится мне вообще ford и нравится плохого про нее ничего не могу сказать а еще какой здесь есть минус то что забыл сказать идемте назад посмотрим то хотя можно наверное назад нити хотя нет назад идем все на данной машине установлены мягкие подкрылки это для чего было сделано для того чтобы как-то уменьшить шум который исходит от колес но тем самым наши люди ну как бы у нас такой климат что у нас идет дождь там бывает там грязно чуть-чуть бывают в говно влазит и забиваются эти подкрылки в итоге они нахуй уваливаются бля это дикий пиздец она такая волна то смотришь думаешь что это такое думаешь ковролин салона то просто подкрылка мягкая и бывает такое что наблюдаешь и такая херня идет вот они реально мягкие вот бархатные ножки как у барышень бывают там волосатые небритые вонючие уже все поехали поехали хватит сиськи мять едем все едем текаем отсюда все все я рассказал еще вам все понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и на группу вконтакте что он еще рассказать я ездил на 16 лучше 16 брать для города тушина 1 и 4 до холла вообще ну это только шоу в пол пока ничего не происходило снизу до 3000 он едет нормально сверху потом дальше крутить смысл вообще не вижу что вы хотите 1 и 4 на такой большой размер на хотя у той 30 жарю струн стружит блин туда появили туда 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 а туда по говном доходи вот мы едем нашу едем не он мне нравится вот сейчас там на спидон так нибудь может получится ускориться вот смотрите я сейчас еду первая передача до 1000 оборотов чуть-чуть на валию на валию на валию в полях утери вот как только сейчас слабо слабо построить фендай реально слабая фендай винтил крепко машина такая жесткая красковатая подвеска не скачу на мягкая клип спайдер стоит они красит еще один такой же фор ну а таких машин покупал он два сразу стоит пожалуйста потому что хорошая машина форды любят машина не намного хуже той же skoda это уже фольксваген мне нравится руль красивый трехспицевый с хромированными вставками удобный учатся он учатся на неё поисполнять надо и стэшку брать но не можно исполнять только что была большая яма но ухота такого не прям бесец не был я мы было очень круче снизу уедет после пяти вообще смысла нет мотор умирает едет он где-то с половиной до пяти все дальше смысла нет и все равно чуть пацанчик они спит вот это вот компенсатор начиная стучать это блин спортсмен детей на этом фольксвагене кстати может бензин галимый залитый из-за этого стучит может еще из-за этого он едет но все равно 80 лошадей по техпазму по техническим характеристикам как они могут ехать быстрее же он не поедет если 100 лошадей то он реально едет на эти 100 лошадей всем дико похуй они сука идут такие у нас люди идут куда идут ну что всем спасибо за просмотр это был обзор тест-драйв форда фей фокус 2010 года машина хорошая можете рассмотреть как вариант ну вот я снимал хендай он был восьмого года и цена была одиннадцать и данная машина десятого двенадцать тысяч то есть по цене они примерно одинаковые на счет того какая мне понравилась больше но тормоза могу сказать здесь лучше багажник здесь больше мотор точнее мотор там лучше мощнее тормоза лучше тоже там улица это лучше багажник там больше по комфорту сиденья здесь больше нравится по оформлению конечно приборка там красивее подсвечивается красивей по расходу то тоже самое но едет тут лучше коробка здесь лучше переключаться не намного но лучше затем музыка ну кстати музыку я вообще не знаю не слушал здесь музыка хорошо играет ну вообще нормально играет ну что давайте до новых встреч в новых видео подписывайтесь на мой канал на группу вконтакте пока